всем привет я не хотел снимать но ладно сниму со вчерашнего дня я еду в латвию вчера за 12 часов я тормознул только три машины вообще ужасно все идет я наверное только проехал 50 километров остальное прошагал не уверен даже сколько ну примерно нахожусь под калининградом мне один человек подарил карту так что теперь я с навигацией ну вот я примерно отсюда так поехал и только тут и мне сейчас вот так еще не знаю что происходит но вообще не хотят тормозить просто уже наверно тысячи машин проехала как будто у меня автомат висит все в крови и никто не хочет просто непонятно я уже просто не могу вчера думал там до 10 поступить но уже всем блин было темно пол утра шел дождь так что я там шел весь промок все вонючая чуть-чуть подсох но думал не знаю попробовать 105 в общем 7 часов сейчас ни одной машины не стопору было очень холодно ветер я пошел искать где спрятаться хотя бы нашел какие-то подъезды в общем был подъезды стоял там думал спросить у кого-то там где можно просто спрятаться смотрю а там даже по-русски написано типа военная зона вход запрещен пошел искать постоял подъездом там двухэтажки не хотел было стрёмно и нашел пошел уже в другой там то на остановке сидел то там но на улице было невозможно потом короче я уже просто плюнул потому что заболел бы точно ноги мокрые я пошел тебя пять часов в подвале сидел отдел там и вторые носки все но ботинки ботинки все им хана уже мог не стирать потому что тут нету обочины просто нормально не пройти остановка а потом вот сидел в подвале там просто смотрел на стенку не хотел шуметь там каждый звук было слышно и я еще и не спал за два дня я ел два бутерброда и рогалик на последний купил но у меня и шоколад остался там кое-как ем его не хочу уже вода на исходе с утра уже хотел идти в 4 думал будет светло и как шар нет ливень такой в общем начался тут море не так далеко шторм там на заднем плане молнии сверкали ветер прям сносил тут все я думал но я в другой будке был я думал с будкой улечу куда-нибудь там и дождь и короче холод я там примерно полтора часа танцевал отплясывал чечетку потому что ну просто адский был холод как-то разогрел там если кому-то интересно эти танцы потом покажу примерно стоплю три часа чуть-чуть поступлю прохожу дальше поэтому в г ноги мокрые выбора другого нету и там эта трава скошена идешь как по навозу сейчас хорошо хоть солнце чуть-чуть выглянула но у меня он руки трясутся не хочу капюшон снимает просто дубак мне все равно холодно один я там вот из трех водителей посоветовал иди в церковь те там на ночь примут и да я какую там церковь католическую ну ладно потом он сказал типа ну садись на поезд игру денег нет говорит ну получишь штраф потом типа дома заплатишь приедешь там хоть что-то проедешь но вот мне кажется там под границей он сказал туда тоже поезд идет может быть попробую хоть пару остановок фиг с этим мандатом мандат по-польски это штраф хотя будет тут этих 25 километров до ближайшего городка побольше добраться не знаю там где был интернета не было в общем все наверно волнуются уже выбора вообще нету просто надо вот идти и так сегодня тоже наверное придется где-то ночевать вряд ли главное до литвы добраться там мне кажется будет нормально брать я не знаю что с поляками случилось ну все еще тут поступлю пойду опять по бузе нахожусь я в королева ездят все дорогие машины мерседесы бмв никто не хочет брать и просто ужас я не знаю что просто хочу еще попробовать на вокзал пойти может на вокзале там посидеть чуть-чуть погреться и дремнуть потому что сил уже мало потом хочу найти какой-нибудь макдональдс или булочную там ларьки видел и попросить к ним старый хлеб дошло до этого все там что будет интересно еще включусь домой самый ужасный автостоп еще вчера там уже было темно когда еще не дошел до подвала думал буду идти ну просто ночью но я пошел по такой же бузе фуры рядом летают и они реально летают и не стал рисковать уже там начинала сносить все короче у пойду дальше уже начинается бесить просто когда иду хотя бы не так холодно я уже 4 там майки отдел почти все что было и опять не знаю пройду посмотрю что там дальше сейчас уже подсохло было ужасно сидел вчера еще на остановке там напротив дом был и за спиной свет горел была даже мысль постучаться и попроситься поспать надо было вчера на трассу попасть там забор был пришлось идти по лесу и потом такой склон мокрая трава я еле забрался стояла фура или полицейские гаи стражи я видел что там сплошная но думал раз фура стоит наш сам можно потом она уехала один из них подошел ко мне сказал ну никто не остановится они сразу штраф от нас получат в чем не делает игру навигация есть мне показал там дальше по лесу пройти еще три километра там конечно дебри дебрями как-то я прошел и там уже в таком месте стал где выезд вообще думал полиция повяжет но вот кто мне подарил карту петр он сказал ему пофиг хорошо хоть остановки такие коробки от ветра спасает только для кого они не понимают там люди приезжают москве думал все не для людей а тут тоже для пешеходов ничего нет это еще не ветер был ужасен ну вот поругал немного поляков и сразу две машины остановил уже поближе этот трасса на варшаву но мне потом налево шел по шоссе и меня остановили полиция в общем забрала город кидай свою сумку с марихуаной назад и садись хотели выписать мне штраф я объяснил историю все они такие а ну ладно автостопчик я должен был по этой такой как бы шоссе платная то шоссе они меня на деревенскую закинули вроде было нормально потом никто не не берет меня опять началось поток машин слабый не знаю одна в 10 минут наверняка наверное я сегодня уже не доберусь опять сколько дней будет я добираюсь 800 километров я за день делал тут ужасное в польше больше не хочу стопить просто нет смысла в ту сторону едут какую в какую мне надо нет тут оставаться нет смысла тут какие-то паразиты разбили стекло так что мне предстоит путешествие по деревенским дорожкам хорошо что еще время не позднее в городе попробую найти ночлег какой еды выпросить где-нибудь не знаю потому что воды мне осталось термосе столько наверно и из еды тик так надо каких яблок может поискать до деревенская дорога это я уже проходил наверное буду через неделю потому что я иду это не автостоп за столько дней только четыре машины и полиция но это бред от остановки к на мусоре на здесь тоже порядочно но и понятно нету мусорных баков я тоже это алштин много снимать не буду и ничего не снимал много хорошего видел но хочу подальше продвинуться сегодня студия уроды это в переводе салон красоты еще мы ехали через деревню куник дождь преследует меня дождь преследует меня дождь преследует меня они но и не Редактор субтитров А.Семкин